здравствуйте дорогие зрители это мое первое видео которое я решила снять полном формате как я рисую акварелью цветы мне просто очень понравилось как получилось вот этот пион на форматом 10 на 15 я хочу рассказать сначала о бумаге которую я использую и окраска значит бумагу меня фабриана вот такая 25 процентов хлопка она очень плотная и выдерживает несколько намачиваний и она долговечная и краска глубоко пропитывается и сохраняет ее на долгие годы как описано на сайте так краски у меня ван гог акварель нидерланды вот этих принципе цветов количество цветов достаточно чтобы получить все цвета которые вам необходимы краски достаточно светостойки 3 плюса то есть тоже обеспечит вам долговечность вашей работы или картины которые вы купите нарисованную такими красками также мне очень понравился вот недавно приобрела дровин грамм это консистенция которая называется маскирующая жидкость для аквареля это производство франции не она очень понравилась ее можно наносить как из тюбика но получается достаточно толсто хотя здесь такое сопло очень тоненькая я его наношу в палитру вот и обвожу те места которые хочу обезопасить от проникновения краски мне очень нравится рисование в стиле батика потому что я раньше увлекалась батиком и мне кажется картина смотрится воздушнее и проработание ну все начнем сегодня я решила нарисовать орхидеи венерин башмачок который растет в сибири но нашла и много референсов в интернете и постаралась уместить это все на формат 10 на 15 составила свою композицию после проделала довольно тщательный карандашный рисунок и сейчас я это буду обводить маскирующей жидкостью те места которые считаю что не нужны для прокрашивания забыла сказать по кистям вот кисти у меня вот так видно наверное кисти у меня рублю 2 0 так и накс нулевая рублев единица и белка брауберг ну не знаю насколько она я ее использую для нанесения воды так она дает проработку практически никакую так ну вот я нанесла резервирующий состав этого видно по-моему да вот как он отсвечивает на в свете лампы у меня ушло буквально там одна капелька еще осталось так что хотя жидкость это достаточно дорогая но она себя оправдывает тут 36 по моему миллилитров стоит это порядка 8 150 рублей но вам ее хватит надолго и в общем то она стоит своих денег с не очень приятно работать потом она просто стирается ластиком но я думаю вы не пожалеете если ее приобретете теперь приступаем к самому интересному к смешению цветов и не сделаю небольшую палитру потом вам ее покажу и будем раскрашивать собственно пока мне много цветов не нужно я сделаю просто палитру для раскрашивания самого самого цветка она орхидея это так розовато таких малиновых тонов где-то вишневых да и вот я возьму наверно только три цвета так это у меня розовый киногридон ну либо если у вас такого нету вам понадобится так как он у нас называется такие немецкие краски сейчас это кармин да вот либо обычный кармин цвет пор плохо передается в общем кармин разных оттенков намешать и добавить там можно что-то малинового или фиолетового так и так мешаем такой-то немного диковатый розовый цвет но вот это светила еще свет так вот может быть вот он не передает к сожалению камера всех оттенков он такого как цвета фуксия на принципе она такая есть цвета фуксия розовый такой немного как неоновый немного ядовитый на моего сейчас сделаем немного поспокойнее в темных цветах вот я беру обычный краплак красный можете взять вот он дает такой как кровавый такой цвет немножечко похож на вишневый сок сделаем немножечко потемнее добавим туда русский голубой я думаю так и попробуем это все как будет на палитре выглядеть так розовый вот он розовый такой слабенький это хорошо это нам закрашивать так само орхидею так темненький такой темнее надо сделать так темнее и еще темнее нанесю каем так так голубой так что получили внутри так никто получит так не то еще значит пути дальше нам нужно малиновый темно придем за может даже просто добавим несколько слоев и получим нужный цвет много вот такого да вот такой красивый оттеночек получилось вот такой нам нужен будет такой темно-фиолетовый так смешением цветов все пока секунду так я сначала немного увлажнила сам шмачок там много розового попал так еще она очень мощно можно сказать впитывает вот эта бумага воды поэтому вам нужно ее увлажнить путь и второй раз при нанесении краски проверить везде ли она равномерно увлажнена потому что всасывает просто воду так добавляю оттенок хорошо отлично передает цвет орхидеи потом смотрим как получится все так просто слегка розовый цвет подсохла так тут она у нас так и сразу я думаю сделать округлить то есть у нас падает свет отсюда вот из-за левого верхнего угла соответственно вот это будет светлее честь так от этого как бы окажется под низом и она будет чуть темнее я хочу немножечко затемнеть сейчас попробую на всякий случай палитру потому что испортить так много добавляю интенсивности самой краски на низ так и еще вот это растушуем равномерно так ну внутри башмачок естественно он темнее так немножечко водички добавляем вот на чуть-чуть чтобы не было затеков краски и можно сразу я думаю таким темненьким так не пугайтесь таких ярких цветов они при высыхании становятся немножко бледнее цвета очень интенсивная очень красивые мне нравится в общем то я не пожалела что я купил эту краску таки отличается качество то как так 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 крапла как раз так немножечко что-то назначить стеночку как бы задние вот этого башмачка получился объем так красиво так нам не такая красная как у вас на видео и все зависит от настроек экрана так хорошо пусть это пока нет немножко подсохнет а мы можем сделать листочки зеленые потом я буду вот эти все прожилочки проводить уже отдельно тонкой кисточки делаем палитру для листиков так и наверно тоже возьму три оттенка там листья такого я обычно зеленого цвета зеленое яблоко назвать потому что у меня есть цветов здесь такой как травяной зеленая называется такого цвета достаточно темный моего смешаем еще с обычным желтым к обмен будем добавлять зеленую пока нам не понравится такой цвет и еще даже желтее мне понадобится немножечко похож через так где-то когда вот этот мы сделаем что темнее добавим туда так утрамарина синенького чуть-чуть так глубокого но темный темный цвет так и проверим на палитре темный так который выглядит достаточно светлым так моего значит углубим так вот у нас такой яблочный зеленый еще более желтого то зеленый вот вот это значит нам надо углубить цвет так ну принципе так зайдет набор убить так какие палитры готова секунду так сделаем сначала верхний зеленый листик так я его промачиваю водой так я себе включу свет чтобы видно было где у меня есть вода так и протестируем сейчас что получится вам достаточно много но она быстро впитается так так свет у нас падает с верхнего левого угла так так мы здесь освещенную часть этого листика так и в принципе с этим просвечивается тоже но мы сделаем вот еще и сачки есть еще у меня такой изумрудный зеленый он такой тоже очень яркий дает прям прям реальный изумруд изумрудный оттенки с ним нужно быть очень осторожным с этим цветом он конечно отсвечивает вот он веридоновый зеленый еще раз тушим нет немножко по проживочка поиграют они берем лишняя так я думаю верхнюю ступку тоф теперь хочу сделать вот эти участия орхидеи они малиновые и на свету они розовым возвращаемся к русской палитре так протираем кисточку так попробую с маленького листочка кисточку потоньше нулевку а нет единичка не возьму сразу темный цвет потому что это такой насыщенный этот лист очень темного цвета темно-темно-вишневого добавила каплак туда еще плюс фиффелит вот девочка таки получается как раз то что нужно так второй маленький листочек так здесь нас носим сначала светлые не стал его вымачивать светлый розовый цвет ну что маленький очень листочек мы так успеем так вот здесь уже вот этот если у нас в тени и темные то вот этот листок он учат что верхняя часть вот это у него освещено то есть он должен остаться светлый а вот вниз он в тени находится это мы сейчас обозначим так и стушевочка так хорошо так теперь у нас верхний остался не сделать стук и еще задние у нас так что здесь также пока дать им все розового оттенка и потом я нам нужному затем не те части куда не падает свет я сразу сделаю потемнее я не падает здесь у нас идет тень здесь идет загиб и тень в этом месте вот эта часть как бы загибается так немножко фиолетовым чуть-чуть вот эту часть добавим так здесь тоже достаточно темно потому что свет здесь не попадает он только как бы будет играть за счет того что мы с вами нанесли вот эти вот прожилки которые я обожаю просто наносить потом с них работать так теперь распушивать берем кисточку чуть-чуть потолще растушиваем красиво отлично так и чуть-чуть на нем потемнее вот этот вот розовый такой светлый у нас один слой на второй высох просто и стал бледненький поэтому мы проходит и осталось у нас задней цветочку тут у нас степень подыт тем темный участок вот этот посветлее потому что с него сквозь него как бы просвечивает солнце так пока просто закрашиваю розовым буду наносить уже темки потемнее которые я смешиваю опять ультрамарин с розовым в общем-то кармина может получите красиво фиолетовое оттеночко и растушеваю границы чтобы покрасить так и вот здесь у нас тоже свет получается не падает мне должны это сделать темнее так и задняя спинка она тоже очень темная это задняя спиночка плохо видно когда целиком тут даже просто ультрамарин добавила сейчас и доставлю добавлю туда микрофлак еще затемню стушил на границу так окей я думаю что цветку так у нас осталась вот эта вот часть что тут причинки то я не ботаник так вот эта часть внутри башмачка она темная кармином насыщена ничего я не намочу наверно пройдусь еще фиолетовым так вот эта вот та часть которая в тени и она насыщена и плюс еще вот у цветка сзади там такие как бы на ростике можно тоже обозначить так я даю термарин просто сверху кармина получаю фиолетовый цвет в общем то они будут обозначены у вас за счет обводки так и вот здесь вот эта часть она освещена она у нас такая розовенькая так это темненькая так это темненькая получается ошиблась так мы сейчас мы добавим водички растушим то есть хозяйство так так врусовые на кого тут наоборот в тени мы сделаем сейчас фиолетовую вот все все сейчас я наверно нарисую прожилочки вот эти все сделать краску достаточно густую чтобы она ложилась без потеков сделаем смешаю фиолетово розового также кармин и тамарин так пробуем кисти я делаю под себя обрезаю потому что все равно даже нулевка даже два нуля или четыре нуля она на кончик у нее будет достаточно толстый то есть вот он у меня я не знаю нож полмиллиметра даже меньше толщина его обрезаю под себя самостоятельно так ну попробуем где-нибудь так сзади где темнее неплохо чуть-чуть разбогна и начинаем работать с такими тонюсенькими прожилочками которые придают повторимая живость и так значит прожилки здесь они есть такие интенсивного цвета как бы центральные а потом мы будем добавлять между ними розоватые то есть здесь у нас первые идут означают центральные пока прожилки темным таким фиолетовым тенком обратите внимание какая она вся волнистая какая женственная орхидея просто чудесно она вся волшебная мы будем стараться вот это показать добавить цвет на палитре на палитре так темноватенько получилось так и вот эти части которые прожилки которые внутри как бы глав главных коридорчиков таких а если клей они цвета фуксии цвета фуксии на такой светлый то есть если ты центральные были были же к фиолетовому цвету темно-вишням то эти цвета фуксии сейчас мы проверим нам нужно их просто обозначить намеками такими они должны быть грубыми должны быть такими полупрозрачными если после высыхания вам покажется что она слишком бледно можно добавить вот и вот такие тоненькие линии которые придают жизнь и естественность и передают красоту вот виниаринового башмачка да я прям балдею когда делу тонкие нити и и и и и и и и Продолжение следует... Так, это всё вот раскрашивание в прямом эфире, можно сказать. Я это не монтирую. Можно, в принципе, засечь, сколько это заняло времени. Ну, здесь для таких линий, конечно, должен быть упор для руки. И рука достаточно твёрдая и натренированная должна быть для тонких таких вот вещей. То я, конечно, не сразу получился. Я шла к этому много лет. Ну, считаю, что чего-то добилась в этом отношении. Иногда потом рука перенапрягается, начинает трястись. Надо ей давать отдохнуть. И заканчиваю эту красоту. Так, там у нас почти не видно. Они очень светлые, вот эти части. Ну, их так легонечко-чуть позначим. Так, и смотрим где-то, наверное, нужно немного у нас неравномерно, да, по окраске получилось что-то мы где-то добавим или добавим интенсивность немножечко. Сейчас вот эту руку чуть-чуть это размыть, немножечко влажной кистью просто уберу. Вот это вот так. Такая нам яркость тут не нужна. Чуть-чуть стушу. Так, хорошо. Так, и здесь немного растушуем. Я закончила с прожилочками, где-то добавила оттенка, где-то убавила. Так, и теперь нам нужно завершить листочки. Промочила. Промочила. Как бы солнце просвечивает сквозь этот листик, поэтому будет игра в светлых и тёмных оттенках. Так, потемнее. Так, потемнее. Потемнее. Загиб листа. И снизу тоже будет тень. Так. Можете видеть, как краска слезает вот с этой латексной жидкости и уходит туда, куда нам нужно в прожилочке. И можно немного сделать вот здесь потемнее. Будет играться потом белая, играть часть листа и тёмная, где краска подсохнет. Из-за такие тёмные как бы границы. Потом увидите, когда я уберу латекс и задру карандаш. Так, здесь снизу ещё чуть-чуть потемнее сделаем. Так, ещё пройду по желудочкам. И немного растушуем всё. Так, стволик у нас яблочный зелёный, мы не будем ничего мочить. Сразу наберу краски побольше. Так, и прокрашу пока светлые части. В принципе, всё закрашу. Сейчас она подсохнет немного и я нанесу кисточкой потоньше. Так, цвет потемнее, куда не попадает солнце, чтобы придать объём. Так, вот здесь солнце выпадает. И здесь уже получается вот эта часть. Под листиком темновается эта часть неосвещённая. И растушуем. Так, нужно тоже ещё зебельцы сюда и облачного пустим. Сейчас подсохнет и сделать надо будет. Вот эту стеночку темнеет как-то. Вот, смайлась у нас. В принципе, попробую сразу. Так. И она как раз растушевывается с мокрым ещё слоем яблочным. Отлично. Так, всё. Темнее хочется сделать. Подсох. Так. Всё, осталось сделать фон. Я его промочу сейчас. Итак, я намочила. Так, фон. Видит, он очень мощно начинает видываться. Ну, пусть пока так побудет. Так, там нужно сделать цвета для фона. Вот у меня есть такой серый. Вот он, такой серый. Темный-зеленый будет у нас смешанный с трамарином. Так. И делаем темно-фиолетовый какой-нибудь. Да. В принципе, я использую все цвета, которые были в цветке, но насыщеннее и интенсивнее, чтобы в картина выделилась. Ну и размытый фон как будет. Секунду. Так. Поехали. Делать фон. Серый. Беру серый. Можно с фиолетовыми на куску. Вот, селеным. Так. Поверну работу как мне удобнее. Эта бумага позволяет растирать затеки. Вот, если взять кисточку чуть-чуть по какой-нибудь из искусственного ворса. Типа такой вот можно растереть потом затеки, если они у вас успели засохнуть. Можно это сделать два раза два даже на одном месте. Так, ушки. Так, тут у нас успела засохнуть. Вот, кисточкой я сейчас. Попробую воды. Получить такие потом разводы. Красивые. Так, сейчас я закончу. Переверну рисунок. Так, фиолетовый, зеленый, серый. Беру как рука. Возьми, вот как Господь, что называется, на душу положит. Так, рисуя. Так. Пишу. Привыкну к этому слову. Так. Добавим потемнение тут всякие. Какие-то сзади листики, листочки, цветочки. Что-то такое невнятное, но угадываемое человеческим воображением. Так, переворачиваем. Так, что у нас тут получилось? Тут разно-назюкаем. Тут добавим. Добавим. Темка. Тенсивность. Так, уже что-то проглянуло. Это у нас такое, похожее на фон. С сероватого. маленькие участки я не промачивала чтобы быстрее их можно это я утрамарин с серым смешала да вот такой вот красивый оттенок какой-то серый серый морской волны сероватый красивый кладу что у меня есть палитре а так марина моего зеленым смешаем прямо на листе что он тут у нас лишних сирость дорабатываем далее краска кусочек у нас остался так и смотрю что мы можем добавить где-то поинтенсивнее хочется чего-то напустить такого интересного что-то там далее цветочки какие-то может тоже орхидейки там розовые там где-то они расплываются листики зеленые там можно подмочить немного кто тут замочить у нас учился такой размытый фон зеленый да играет уже не бойтесь там если даже грязные немного цвета получится это краски настолько качественно что у вас не будет грязи есть только очень сильно постарайтесь конечно сейчас потемнее сейчас потемнее да так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я получу листочек сотру... Как проступают прожилочки... Смотрите, какая красота... Я стерла весь латекс... Проступили прожилочки... Смотрите, какая красота... Не знаю, мне очень нравится... Так, осталось поставить подпись... Беру серый цвет... Продолжение следует... Моя подпись... Это аббревиатура первой... Буква имени... Т. Татьяна... И.Б. 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 Подпись готова... Буду класть под пресс... Чтобы распрямилась бумага... Потом вставлю в рамочку... Такие малышечки... У меня пока есть... Ссылка на магазин... Будет в описании... Видео... На ярмарке мастеров... Я себе сделаю... И также на мой инстаграм... Заходите... Подписывайтесь... Там много... Картин... И... Коротких видео... Которые я делала... Тоже... Когда я работала... Все... Ставьте лайки... Подписывайтесь на мой канал... Всего доброго вам... Удачи... Здоровья... Всем любви... Гармонии... До свидания... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...